В мире много великих музеев и картинных галерей, в которых можно увидеть целые эпохи работы художников. Но все же, когда картины одного художника разбросаны по миру, и ты встречаешься с ними от раза к разу, общее впечатление не складывается. Совсем другое дело ретроспективная выставка. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ваша последняя работа – это Ларионов. Да. Сейчас в Москве открыта выставка Ларионов Третьяковской галереи, и это действительно грандиозное, в общем-то, событие для всей нашей культуры. И это первая практически выставка этого художника в России, такая большая. Откуда такой взялся самобыток, самородок, гений? Я вот не побоюсь этого слова. Гений абсолютный. Вот. Он был очень какой-то необыкновенный, энергичный, полонный идей бесконечных, все время что-то придумывал, придумывал. Это был невероятный человек. Но, тем не менее, если мы, так сказать, изучим подробно его искусство, мы увидим, что оно не на пустом месте возникло, на самом деле. Вот. Казалось бы, перед нами обычная вывеска. Русская вывеска, да. Да, вывеска какой-то там лавки бокалейной, да, хлеба, овощи, фрукты и так далее. А Ларионов был одним из первых, кто оценил художественную ценность этих вот народных таких произведений. Вот видите, а это уже картина Ларионова. Иногда даже не отличишь, где, собственно, вывеска, а где Ларионов. Вот я сопоставил три произведения. Справа и слева две вывески булочные, а в середине картина Ларионова «Хлеба». Ну, мы видим, что эстетика здесь одна и та же. Машков этого же периода приблизительно асимметричные митерморты, да? Да, Машков с Кончаловским страшно увлекались подносами. Они все время включали их в свои митерморты. А вот Ларионов, он по вывескам специализировался. Другой источник его творчества тоже русский. Заметим, что это все русское. Это лубок. Вот это, значит, фотография очень редкая. Это первая выставка лубка, 13-й год. Тогда уже художники, и даже не только художники, собирали лубок. Это вообще был такой целый пласт культуры особый. И притом Ларионов сопроводил одну выставку, которую он устроил. Со всеми в зале была выставка лубка. То есть он показывал кухню, да? Да, да. Он показывал это, и он показывал, какая это ценность художественная. Что тоже для тех времен было совершенно новым словом. Вот лубок 17-го века. Может быть, даже начало 18-го. Значит, как стригут бороды боярам. И вот картина Ларионова, где он просто вот этот жест, вы видите, вот тут в середине фигура с поднятой рукой. Ну, очевидно, что он видел этот лубок, и он как бы заимствовал вот это вот движение какое-то примитивное несколько из этой народной картинки. Вот я хочу показать еще одну его картину. Тоже ранний его вещь. Франт называется. Он тут иронизирует над этим вот молодым человеком в цилиндре и в смокинге. И вот он пишет такую смешную вывеску шляпы. Или вот, например, его сцены. Целую серию он написал парикмахерских. Это тоже, в общем, вывеска парикмахерских, в принципе. Да, он бы мог это использовать как вывеску, но он делал из этого картину, он делал из этого произведения искусства. И это было нарочито некрасиво, нарочито примитивно. Это была его позиция. Надо сказать, что вот этот стиль, который сейчас мы называем неопримитивизмом, он вообще очень сильно укоренился в русском авангарде. И он остался в русском искусстве всего 20 века. Вот если говорить о вывеске, кстати говоря, у Лорионова было какое-то академическое? Он рисовать умел? Да, да, конечно. И надо сказать, что он еще знаменит был тем, что он был первым русским авангардистом, работой которого купила Третьяковская галерея. И это работа до сих пор в Третьяковке. Ну и надо сказать, что Лорионов вообще в своих каких-то вот манифестах, заявлениях, он все время отмежевался от французской живописи. Он говорил, что французы нам не учителя, мы должны учиться у народного искусства, у примитивов, там, у детей и так далее. Но если копнуть чуть глубже, мы видим очевидные примеры его подражания, ну не подражания, но как бы влияния французов у него. Вот слева картина, известная в те времена, и сейчас тем более, Сезанна, игроки в карты. А справа Лорионов, игроки в карты. А он уже бывал в Париже или видел репродукции? Да, он же бывал в Париже, да. Он видел Эбияра, значит, соответственно, эти сюжеты. Он мог видеть, что это в Париже. Мало того, в России же была коллекция Щукина и Морозова, где были французы, представлены, может быть, так, как во Франции не представлены. Эти коллекции были доступны для осмотра. Вот все, что вы показываете, он как бы играет с предыдущими эпохами, с предыдущими стилями. Это же тоже новое слово абсолютно для тех времен. Но кому из академиков придет в голову пошутить над своим каким-то мэтром? Никому абсолютно. А этот свободный человек, он свободно мыслит абсолютно. Вот что хочет, то и делает. Притом делает это очень красиво. С другой стороны, вот он очень любил Гогена. Гоген вообще для русского искусства был образцом в какой-то момент. И вот смотрите, вот эти свиньи, которые у Гогена в Таите, а вот там свиньи у Ларионова в Тирасполе. То есть какая-то параллель очевидная абсолютно. Вот Гоген нашел свой рай какой-то, да, примитивный рай на этом острове в Таите. А этот нашел примитивный рай. Да, нашел у себя в Тирасполе, на своей родине. Вот опять же тоже, видите, это красивых вот этих вот силуэт, этих красивых таитянок, которые сидят у Гогена. Ларионов в своем полотне, который называется «Деревенские купальщицы», но это название, наверное, не авторское, он доводит до какой-то уже полного предела некрасивости. Но в этой некрасивости какая-то новая красота появляется. И это тоже совершенно новое слово, когда некрасивое становится объектом эстетики. Никому в голову нет. А то красивое переходит в разряд красивости отчасти. Да, то становится китчем. А это вот занимает место красоты. Что, в общем, соответствует эпохе, наверное, да. Это накануне Первой мировой войны, разруха какая-то будет, революция будет потом. Он все это ощущал и чувствовал, конечно, каким-то нутром. Ну, замечательно. Я должен сказать, что я не был на выставке еще. А, вот вам предстоит огромное удовольствие. Вот вся штука в том. И должен признаться, как-то почему-то Ларионов меня прежде не зацеплял. И это очень здорово. А я абсолютно в этом легко признаюсь, потому что не может быть, чтобы все зацепляло. И тем самым, как бы, с большими надеждами. Ну, вот теперь, может быть, зацепит. Спасибо вам большое. Спасибо, Андрей. Вам спасибо. У меня всегда была проблема с классическим костюмом. Поначалу его просто не было, потому что не было нужды. Потом нужда появилась, я сшил несколько. Надевать стал, но не полюбил. А вот галстуков как не было, так и нет. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. А зачем вообще эта бессмысленная вещь? Абсолютно согласна. Ненавижу галстуки, ненавижу мужчин в галстуках. Просто ненавижу. При том, что, ну, кажется, зачем? Вот зачем на шее эта удавка? Совершенно. Причем не украшает, не согревает. Никогда не понимала. Правда, галстук-то имеет просто красивую военную историю, как ни странно. Потому что первые галстуки обнаружились в Римской империи. Римская империя, римская армия, особенно армия Александра Македонского, когда они стали завоевывать жаркие всякие территории. У них появились первые галстуки. А второе открытие – это когда вскрыли вот эту знаменитую китайскую таракотовую армию. Оказалось, что они все, естественно, на одно лицо, как нам кажется. Они одинаковые у них доспехи, но у них у всех разные галстуки. По-разному завязанные, по-разному там бантики, без бантиков. То есть вдруг оказалось, что старинная вот эта китайская армия тоже были ценители галстуков. А вот когда наступил 19 век и в историю галстуков вмешалась Великобритания, все приняло намного серьезнее, потому что, серьезнее просто развитие, потому что англичане возвели вдруг галстук в ранг какого-то божества. Например, можно было оскорбить человека, просто назвав некрасивым узел его бантика. И это дело смывалось кровью. Это весь 19 век. А уж когда в конце века появился Зигмунд Фрейд и сказал, что у галстука есть явный фаллический символ, то тут уж галстук стал каким-то прямо серьезным, абсолютно каким-то действительно фетишем. Но весь 20 век – это, конечно, попытка мужчин вот это единственное украшение сделать более-менее нарядным. И надо сказать, что если мы посмотрим, например, самых, ну как, из писателей самых больших модников, вот, например, Мапасан. Прекрасный писатель, но знаменит тем, что придумал особый галстук, вот такой крупный, и он носил его один. Обратите внимание, вот эти галстуки у него отложной воротник. А когда, вот сейчас посмотрим, пожалуйста, Тургенев, то же самое, с большим очень бантиком, но у него были галстуки, так называемые галстуки-пластроны, потому что он любил высокие воротники накрахмаленные, тогда вот этими двумя плотными кончиками можно было просто войти в тугой воротник, и галстук держался на петле и на вот этих жестких ушках. То есть это такое усовершенствование, такой облегченный галстук. Идем дальше. Это большой галстук-пластрон, который завязан большим бантиком. Кстати, вот впервые в конце 19 века вошел в моду мелкий такой мелкий ромбик. Почему считается, что галстук – это в какой-то степени унижение мужчины, потому что, конечно, это похоже на ошейник собачий, во-первых, и об этом говорили масоны. Дело в том, что поступление в масоны, сама церемония, обязательно человек стоит с петлей на шее, что означает, если он будет много разговаривать, то его ждет петель. Мне кажется, это даже более вразумительное объяснение, более вразумительное, чем история Фрейда, потому что действительно человек, который носит галстук, сегодня, как правило, не может его не носить. Конечно. Просто должен. То есть это обязанность. Это, конечно, не свобода. И самое главное, если ты показываешь, что ты относишься к какой-то стае или к какому-то сообществу, это ведь тоже означает абсолютную несвободу. Ты себя позиционируешь как часть чего-то, а не как индивидуум. Что касается Советского Союза, то история с галстуками была, конечно, довольно печальна, потому что с началом советской власти галстуком была прямо объявлена война, потому что это был буржуазный пережиток, и нужно было, ну как, всячески отказываться. Поэтому появились вот такие трикотажные вязаные галстуки, которые то ли галстук, то ли пояс, то ли платок, то есть такая немножко между... Это как раз вот до... Так в эпоху НЭПа и до 1930 года в Советском Союзе носили такие полушарфики, полуплатки. Ну и такие стиляжные. Да, они стиляжные, довольно красивые. Вот, обратите внимание, вот они все. Целый ассортимент вязаных, длинных. Вот они, я уж не знаю, как Фрейбе посмотрел на такой галстук, но вот они так довольно так уныло как-то висели, но при этом силуэтно довольно красиво было решено. Ну, что касается сегодняшних галстуков, единственное, что я могу отметить, что, конечно, это выбор человека, быть с ошейником, чувствовать себя привязанным к какому-то сообществу и этим демонстрировать свою какую-то ценность. А это еще осталось неодеванным. По чем вещь, кстати? Посмотрите. 2 рубля 30 копеек, однако. И, между прочим, шелковый галстук, ацетатный шелк. Я просто попробую, вот помнят ли пальцы. А, это тактильно, но это, да, это сложно. А я, можно по схеме сейчас проверю? Нет, сейчас я просто, я стараюсь об этом не думать. Знаете, иногда надо не думать и дать возможность рукам что-то сделать, что они когда-то делали. Все правильно. А там что получится, что получится. И то есть большой виллский у вас... Ну, это неуклюже, потому что я это после этого сделал лет 25 тому назад, но, в общем... Но все-таки для 70-го года вот такая веселая, позитивная, и при этом довольно широкая. Обратите внимание, если уж цветочки, то их должно быть много. Ну, я спокойно развяжу, без страха, что потом не завяжу. Можно прогладить. Все, Иван, только это все-таки вещь уникальная, и главное, чтобы эту самую не... Оставить цель. Да, 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 это я нагло сделал, но я буду аккуратным. Все. Но я получил удовольствие в любом случае. Виктория, спасибо, роскошная коллекция. Хоть мы это с вами не любим, но признаем, что это было, есть и, возможно, будет. Дай бог. Виктория, спасибо вам большое. Спасибо. Есть в Японии праздник, на котором всем очень интересно и весело. Кроме двух маленьких детей, которым не до смеха, а точнее страшно до ужаса. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Как, кстати, праздник называется? Называется он накидзумо. В переводе с японского означает плачущая сумо. Как вы справедливо заметили, действительно, два огромных сумоиста держат двух маленьких детей и выигрывает тот ребенок, который заплачет раньше. То есть задача сумоистов максимально этих детей напугать. Главное и центральное событие обычно проходит в храме Сенсоди. В городе Токио. Ему говорят уже около 400 лет. То есть, в принципе, насколько мы можем отследить, где-то одновременно с появлением сумо как профессионального спорта, а это где-то как раз вот начало 17-го столетия. Примерно, видимо, в этот же момент и возникает вот эта вот традиция, которая нам кажется странной. А в Японии вообще есть поверье, что плачущие дети растут быстрее, растут счастливыми, и это как-то отгоняет от них злые силы. А сжимать нельзя при этом? То есть, как бы за правилами следят, потому что, ну, физическое воздействие. Они пугают? А вообще они пугают. Если у них есть такой момент, что иногда им не получается напугать, тогда судья, он надевает маску демона и старается сам напугать. Отыграть обоим, потому что кто первый за... Да, кто первый, главное, чтобы там кто-то первый заплакал. Давайте в качестве иллюстрации посмотрим небольшое видео, как в городе Фукуи отмечали праздник плачущего сумо. Родители, надо отметить, платят порядка 15 тысяч йен, чтобы поучаствовать. И где-то порядка ста человек, наверное, ста детей вот ежегодно принимают участие в этом соревновании. Страшные ребята. Но может быть, вот этот крик, может быть, он как-то ассоциируется с первым криком ребенка при появлении на свет? Возможно, да. Есть еще такой момент, что доктора считают, что это там укрепляет легкие. Как-то, в общем, способствует развитию ребенка. А потом еще сумоист сам по себе, человек с большим животом. Большой живот в Японии определенно означает благостность. То есть, когда поднимает тебя большой человек, это уже означает, что какую-то силу он может сообщить ребенку. Поэтому коннотации сугубо положительные здесь. И плач, который для нас кажется, что это что-то совсем негативное и плохое, в японском понимании тоже вполне хорошо для развития ребенка. Все счастливы. Солидный крик на всю страну. Ну что, веселые ребята, что тут скажешь? Молодцы. Ну вот такая вот интересная традиция. Их немало в Японии, но это, в общем, действительно любопытно. Александр, спасибо. Спасибо вам. Надо попробовать, кстати говоря. Слово правило умиротворяет. Сообщает уверенность, стабильность и обещает, что завтра все будет так же, как и вчера. Но это только до тех пор, пока жизнь сама жестко не меняет правила игры. Боря, привет. Привет. Тебя знают многие, но тем не менее, я все-таки чуть-чуть тебя представлю. Ты, наверное, один из самых, если не самый, востребованный сценограф российского и не только российского шоу-бизнеса. Художник фестивалей, государственных праздников, шествий и так далее. Ты киевский мальчик, которого из-за пятого пункта они принимали в институт, заваливали на истории. А историю ты знал лучше, чем экзаменаторы. 100%. И до сих пор знаю. Вот. В феноменальной памяти, в феноменальной эрудиции. И ты поднялся на эту колоссальную вершину. И с тобой случилось то, что случилось. Да. Вот ты свою жизнь воспринимаешь как одну жизнь или все-таки это две жизни? Одна и вторая. Ты понимаешь, тут твой вопрос очень правильный. Я не разделяю абсолютно, причем верю, что все будет хорошо, все восстановится. Я очень много занимаюсь, каждый день хожу без палки практически, да. Рукой занимаюсь, чтобы что-то было. Слава Богу, мне еще не сильно не тронуло голову, оставило память и мозги, что в моей профессии самое главное. Вот. Поэтому я буду продолжать работать, биться и безусловно расценивать как одно целое. Ну вот произошла неприятность такая, да. Ну ничего себе неприятность. У нас не медицинская передача, как ты понимаешь. Но тем не менее, что случилось, сколько это длилось так вот. Рассказываю. Это самое интересное другое, что я даже, значит, это случилось прямо, ну я, конечно, вел образ жизни очень тяжелый. Если умудрялся в неделю, там, шесть раз летать в Владивосток и Шанхай с пересадками в Гонконг, там, куда-нибудь все на конференцию, плюс курил бесконечно. Минимум три пачки в день. Минимум? Минимум. Нормально. Три блока в неделю. Ну так уже на автомате шло, просто на нерве и все. Любил выпить, конечно, потому что надо было как-то нервы эту нагрузку как-то раз снимать. Ну вот я думаю, все-таки инсульт не из-за этого, это как бы, оно просто подбило, чуть-чуть подпилило организм, как дерево, да? А самое главное, инсульт, да, вот по-английски, да, инсульте с латыни вообще, это обида. Конечно, со мной произошла одна большая там неприятность определенная в жизни, абсолютно незаслуженная, которую я не ожидал. Это меня, конечно, больше всего торкнуло. Так, и сколько был же период, как я понимаю, когда ты был вообще не здесь? Практически, да, меня увезли, да. У меня увезли потом в Германию, да, меня ввели в кому, полгода в коме, да. И я вышел уже в Германию из комы. Ты рассказывал, я помню историю, что ты когда очнулся, одно из первых дел, которые ты сделал, ты начал рисовать. Это да. Вот как что-то меня пробило, ужасно, даже в институте не было такого. Я начал писать, жена каждый день... Ты лежал? Я сидел. А, сидел. Мне было очень трудно сидеть, а все время там меня поднимали, чтобы выпрямить как-то, я не мог высидеть. Тяжело было, но я писал, слава богу, правая рука не была тронута. Я писал на терморты, именно цветы. Я написал, что в 60-е. Скажи, когда ты уточнулся там, в Германии? Да. Ты думал, ну так, приболел и буду поправляться? Или было ощущение катастрофы? 100%. Могу сказать, что, во-первых, очень правильный вопрос, знаете почему? Потому что я вообще очень, очень хватки на языке, даже вот в том состоянии. Я нахватался французского в Швейцарии, я лежал в французской части, да, возле Лозана, в Монтрю. И я нахватался французского, если бы я задался целью, я бы знал французского за два года, 100%. Но я считал, вот-вот, сейчас я встану, пойду, уйду. Или я у меня давно мечтал начитать книгу, по принципу, причем всех баек, всех интересных рассказов и историй, которые мне рассказывали. А я встречал массу интересных людей. В одну не влезет, я думаю, Боря, знаете. Да, да, это десятомник будет, наверное, но самое главное, что, имея, имея, мне даже купила супруга диктофон, имея диктофон, настолько считал, что, да что я тут еще через месяц встану, пойду, а? Что я бы, конечно, надиктовал книгу с удовольствием, своих каких-то воспоминаний. Все, что было, не со мной, помню. Рисуешь сейчас? Сейчас рисую, да. Ну, уже не так, тоже продолжаю натюрморты периодически. Стараемся, но как иначе. Скажи, Павел Иванович, ну, западный мир уже достаточно давно хорошо устроен для людей с всеми или иными отклонениями, инвалидностью и так далее. Что ты думаешь о Москве и о России в целом, если ты по ней по-прежнему передвигаешься? Передвигаюсь, конечно. Ну, этот вопрос очень болезненный, конечно. Я могу сказать одно, что я вот не вижу достаточного количества пандусов, скоса, да, везде, вот даже делают улицы, сейчас будет так красиво. Но там я не вижу, вот на постоянной основе, чтобы было для нас все приготовлено. Что ты можешь сказать людям, которые попадают в подобную ситуацию и опускают руки? Наверняка это происходит почти со всеми или со всеми, потом кто-то выруливает, а кто-то нет. Сдаваться нельзя, пить нельзя категорически. Курить нельзя, но и пить нельзя тоже. Надо держать себя в руках, продолжать делать дело и все. Ну, у тебя действительно феноменальная голова, феноменальная память. И я не знаю, может быть, она у тебя была лучше, но сейчас я с тобой встречался недавно. У меня, могу сказать, у меня феноменальная жена. Если бы не она, я бы в жизни даже не поднялась. Я захожу, я бы даже не думал, я бы остался в конечном сети и все. Почему? А как? Ну, она своим напором, вот этой неистовостью, она меня заставила встать, да. Не жалеть, а наоборот пендель. Ну, да, конечно, конечно. Она в пендель, бесконечный пендель, не грамма жалости. Если бы не она, конечно, я бы не... Ты добро бы сказал правильно. Да, да. Ты говорил, что ты учишься ходить и сегодня, да и время, потому что раньше ты не был. Да, да, да. А что, это ежедневные тренировки? Три раза в день. Три раза в день. Три раза в день. Три раза в день руку делаю, да. Рукой занимаюсь, три раза хожу по парку. И изменения ты видишь? Больно ли это? Это больно ужасно. Вообще, инсульт – это страшно больная болезнь. Это особенно вот первые дни, первые месяцы, да. Это просто, это нет сантиметров в теле, который не болит жутко, как зуб. Вот как, знаешь, вот полное тело зубов больных. Ну что, Боря, я очень рад, что ты пришел к нам в студию. Может быть, и этот визит и тебе как-то пригодится в хозяйстве. Очень, очень спасибо. В хозяйстве, вот. И очень надеюсь, тебя увидят, чтобы ты уже как-то пришел, а не приехал в следующий раз. Да, приду обязательно, в скором времени. Боря, спасибо тебе большое. Тебе спасибо огромное, Алеша. Спасибо. Эта знаменитая фотография была сделана в 1932 году на стройке Рокфеллер-центра. А в 2004 году Реджио Фурнари создал скульптуру по этой легендарной фотографии. Давайте приглядимся, а вернее, посчитаем количество рабочих. Здесь их 10, а на фотографии 11. В чем же дело? А дело в том, что самый правый из них держит в руках початую бутылку виски. То есть выпивает на рабочем месте. А может быть, человек пострадал ни за что. Может быть, ему жена в эту бутылку компот из сухофруктов налила. Надо, однако, отдать должное властям Нью-Йорка. 11-го потом все-таки подсадили. Не трожь пролетариат. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова